Всем привет! Вы на канале Мир Рыболова. Меня зовут Алиса, а это наша еженедельная рубрика «Рыб новости», где я рассказываю о самом интересном из мира спортивной, любительской рыбалки и всего, что около этой темы. Почему дети спасают рыбу вместо рост водоресурсов? Как в сервисном центре по обслуживанию лодок Дмитрия Зюзина ошкуривали клиентов? Первые жертвы первого льда. К сожалению, не новость, а закономерность. 100 миллионов рублей плавают в озере в Новгородской области. Самый известный рыболовный блогер выживал в месяц на острове в Таиланде. Зачем в гостином дворе ловили и отпускали аквариумных рыб? И кто в этом году получил заветную статуэтку «Золотой судак»? Смотрите в этом видео. В Астраханской области школьники спасли 318 миллионов мальков. Так звучит заголовок статьи на сайте Росрыболовства. Кто это вообще такое? Суть в том, что в Астраханской области действует голубой патруль. Так называются отряды школьников, всего их 96, более 800 детей, которые спасают рыбу. То есть устраняют последствия некорректной работы Росводоресурсов. Суть в том, что во время разлива дают много воды, вода заполняет поля, рыба уходит в поля, не рестится, она там не рестится, оттуда уходит, оставляют икру, оттуда вылупляются мальки. Но в какой-то из этих моментов, и не всегда ясно в какой, воду сильно сбрасывают, и рыба остается отрезана от большой воды. А эти лужи, в которых она от нерестилась, они просто пересыхают, и погибает рыба. То есть мальки, и не только мальки, и сама рыба, которая отметала икру. И, в общем, вот школьники ходят там с очками, вылавливают эту рыбу и отпускают ее обратно в большую воду. Это очень, конечно, благородно, но у меня вопрос, почему дети должны убирать, скажем так, за Росводоресурсами. Еще есть такой интересный факт, что в комиссии людей, которые отвечают и регулируют вообще сброс воды, и входят, между прочим, сотрудники Росрыболовства, которые, естественно, не могут не знать о том, как вот этот неожиданный сброс воды влияет на нерест, и о том, что не только мальки потом не могут попасть в естественную среду обитания, но и сама рыба, которую эту икру отметала. Под Новгородом сбежало 100 тонн форели, общей стоимостью 100 миллионов рублей. Местные рыбаки в восторге и в наручниках. В озере Меглина выращивали форель в специальных садках. Ну, вы наверняка где-нибудь видели, как это делается. И форель сбежала из садков. Ну, пишут то, что, возможно, прохудилась сетка, сами садки, но мы-то с вами понимаем, что, возможно, это конкуренты или, может быть, обиженные сотрудники. В общем, сеть порвали или она порвалась сама, и 100 тонн форели оттуда сбежали. Естественно, тут же набежали рыбаки, местные, которые живут вокруг озера, переехали из-под Новгорода, из Новгорода и даже из Питера. Сотни машин стоят вокруг этого озера, десятки лодок. Туда же приехала даже МЧС и рыбоохрана, которая этих рыбаков, в общем, крутит прямо в наручники и чуть ли не забирает в отдел. В чем состав преступления? Вот об этом пока не говорят, я не понимаю. Может быть, дело в том, что люди паркуют машины прямо вот возле водоема в водоохранной зоне. И также в комментариях к этой новости люди пишут о том, что вот вы браконьеры, хапуги и так далее. Я не берусь судить, но вот вы напишите в комментариях. Вы как считаете? Рыба сбежала? Может быть, дать ей волю, пусть она живет в этом озере, размножается и оставить ее в покое, раз она уж смогла там как-то прорваться. Ну или ничего страшного, что ее вылавливают? Это же как бы вот не воровство. Она сбежала, люди половили. Главное не нарушать норму вылова. А норма вылова 5 килограмм. В общем, кто прав, кто виноват, пишите, что вы думаете об этой новости в комментариях. Я так «Агры престолов» не ждал, как новые серии данного сериала. Так звучит самый залайканный комментарий под последним видео на канале MainTarget «Рыболовный карусель» Дмитрия Зюзина. Как ошкурить клиента? Это уже третья серия «Исповедь Александра Коняшина», который до недавнего времени был управляющим в сервисном центре «Бот-Профи», владельцем которого является Дмитрий Зюзин. Месяц назад в рыболовном сообществе разразился настоящий скандал, причиной которого стало расследование Славы Юрганова о недобросовестных проделках Дмитрия Зюзина. Если вкратце, то Слава и Андрей Петерцов рассказали, как Зюзин обманывал своих партнеров. Зюзин тоже выпустил ответное видео. Обо всей этой истории мы делали спецвыпуск, где я коротко рассказал про все события. Если вы еще не смотрели, но вам близка тема лодок, пала, ну или просто интересно горячие новости рыболовного сообщества, то обязательно посмотрите. Людей больше всего интересует, как Зюзин обманывал своих клиентов. И вот именно об этом и рассказал Александр Коняшин. Схема стара, как мир. Клиент перегоняет лодку в сервис. Ему говорят, окей, там через неделю, месяц будет готово. Берут с него денежки, потом, когда ему лодку это возвращает, ему выписывают чек, а в чеке оказываются те услуги и даже, может быть, детали, которые не были установлены, соответственно, услуги не были оказаны. И клиенты, ну, кто-то по простоте, кто-то по невнимательности, ну, просто недоглядывали и как бы переплачивали за те услуги, которых не было. Но, естественно, были люди, которые замечали как бы какое-то несходство. И тогда Дмитрий Джузин говорил то, что во всем виноват сервисный центр, ну, потом уже и Александр Коняшин. В общем, что-то там что-то не доделали, обманули, а Дмитрий просто за этим не досмотрел. И вторая схема, вот я ее для себя назвала беспроцентный займ. Дмитрию также пригоняли лодки. Он говорил, что, окей, отремонтировать будет через месяц. В итоге месяц, два, три, деньги заплачены, лодка не отремонтирована, там техника какая-то не установлена, в общем, не соблюдены договоренности. И клиенты так могли порождать свою лодку полгода, а кто-то даже и год, а деньги уже как бы все в работе. В итоге, в зависимости от того, когда у кого не выдерживала психика, клиенты требовали деньги назад, и Дмитрий эти деньги отдавал, и как бы вот клиенты обратно везли эту лодку из сервисного центра, не отремонтированную, домой. Дмитрию это хорошо, то есть получается он получил деньги, эти деньги там были в обороте полгода, вот он ими пользовался, а потом те же самые деньги клиенту и возвращал, да, без всякого процента. Это же очень удобно. А с учетом того, как у нас быстро растут цены в магазинах, мне кажется, это вообще просто идеальная схема. Под одним из видео вы мне написали, Алиса, ты пересказываешь новости, а где же твои комментарии? Нам интересно твое мнение. Вот мое мнение такое. Хорошо, что Александр рассказал обо всех этих схемах, хорошо, потому что люди появились, которые также написали в комментариях, что тоже имели дело с Зюзиным, что он их тоже обманул. В общем, все делятся своим опытом. Но почему Александр, если он это знал, он же это не то, чтобы сразу узнал и уволился. Ну а почему, когда он понял, что работает все по такой схеме, что Дмитрий прямым текстом говорит, что мы оскуриваем этого клиента, ну почему же тогда Александр и другие сотрудники, которые там работали, да, они краснели перед клиентами, да, он говорит, что ему было стыдно, ну а что же они тогда не увольнялись и вот как бы продолжали быть, скажем так, звеном этой цепи. Тут, конечно, каждым кормить семьи. У всех свои проблемы, в общем, всем нужна работа. Ну вот у меня просто появился такой вопрос. Не знаю, появился ли он у вас и как бы поступили вы, пишите в комментариях. Если вы досмотрели это видео до этой новости, значит, вам интересно, тогда не стесняйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вам не сложно, а мне очень-очень приятно. 31 октября в Югре мужчина провалился под лед, проверяя жерлицы. До спасительного берега Аби было всего пару метров, но он не выбрался. Погибшему было 59 лет. Я вот что хочу сказать. Несколько лет я в рыболовной журналистике, именно в рыболовной, и вот начиная с октября до апреля, каждую неделю просто пачками выходят новости, как кто-то где-то утонул, как утонула машина, как утонула мотособака, как кто-то спасся. Бывает такое, везет. И несмотря на то, что мы рассказываем об этом, мы говорим об этом в видео, мы пишем об этом в своих статьях, люди все равно, когда появляется лед там буквально 2-3 сантиметра, бегут, ставят жерлицы, мормышат, ну вот прямо не терпится. И все, наверное, думают то, что ну я же особенная, со мной ничего не случится. Друзья, в прошлом году на реке, где я рыбачу, вот человек из соседней деревни утонул точно по такой же схеме. То есть просто вышел на реку, вышел на русло, там подмывает, там лед еще тоньше, провалился, был один, ему никто не помог, ну и вот как бы вы сами понимаете, чем все это закончилось. Если вам уж так сильно не терпится, то берите с собой на лед хотя бы спасалки. Это такие маленькие штучки, которые не занимают много места и стоят совсем небольших денег. Можно купить на маркерплейсе на любом или в рыболовном магазине, но они могут спасти вам жизнь. Думайте о безопасности. 1-2 ноября в гостином дворе проходил семейный фестиваль «Спорт Лед». И помимо всяких модных видов спорта типа хобби-хорсинга и гольфа, там оказался большой и красивый стенд Федерации рыболовного спорта России. Хорошо, что рыболовный спорт продвигается в массы, но не обошлось и без странностей. На фестивале побывал маркетолог компании «Мир рыболов» Леша Ветров, снял для нас немного видео и рассказал, что там вообще происходило. На стенде активно продвигался принцип «поймал-отпусти» и это правильно, но продемонстрирован он был на бедных золотых аквариумных рыбках. В бассейне их было немного и вот весь день дети их то ловили, то отпускали. Также на рыболовных мастер-классах акцент почему-то делался на нахвосте, хотя детям и новичкам было бы проще разобраться с павловком или спиннингом, но это на мой взгляд. Мастера учили желающих вязать мушки. А еще там стояла нахвостная дешень, которую люди бросали в приманки и, соответственно, они только учились. Кто-то вообще это делал первый раз и периодически попадали по людям, которые проходили мимо этого стенда или хотели что-то на стенде спросить. И когда у сотрудника из Федерации спросили, а почему так происходит, он сказал, ну так не стойте вы под горячей рукой, отойдите, не мешайте. В общем, хочется остаться с глазами, держись подальше от стенда ФРСР. 10 миллионов рублей, 80 охотников за сокровищами и один остров в Таиланде. 3 ноября на канале СТС стартовало новое реалити-шоу «Остров сокровища. Знаки судьбы». А при чем тут наше рыболовное сообщество, спросите вы? Все просто. Коля Алексеев, ведущий программы «С Настей, здрасте», один из участников. Наши люди на большом экране. Колян, мы за тебя болеем, ешь там тараканов и порви всех. Я посмотрела трейлер этого шоу и у меня возникло такое чувство, как вот из детства. Я смотрела программу «Последний герой». Вы смотрели? Напишите, если да. Мне кажется, что эта программа очень похожа. Ну, не знаю, как вам, а мне «Последний герой» очень нравился. Турнир «Золотой судак» прошел 30-31 октября в Харбалинском районе на Волге. Зачет проходил по «Живой рыбе». Всего участвовало 43 экипажа. Общий призовой фонд составил порядка 2 миллионов рублей. Победители и призеры. В озеннем этапе в жаркой борьбе первое место завевал экипаж «Урал Фишинг» Дударев Естегнеев. Второе – экипаж «Фиш Геймс» Шишарин Несетов. Третье – «НГГ Тим» Жуков Мирнов. Суммарно за два этапа победители привезли около 20 килограммов судака. Много или мало – это судите сами. Ограничений по количеству рыбы не было, было ограничение только по ее минимальному размеру – 55 сантиметров, как я уже сказала. Что интересно, из 43 экипажей 12 экипажей привезли нули. А стало ли меньше рыбы в Волге? Этот турнир проходит вообще с 2010 года, и я нашла протоколы 2014, 2015, 2016 годов. Раньше не нашла. И посмотрела, сколько победителей привозили там. И вы знаете, что интересно? Ну, также порядка 20 килограммов то в 2014 году, что в 2015 году. А еще участников тогда было больше нулей. То есть практически половина участников, половина экипажей привозили нули. С чем это связано? Ну, я думаю, что вряд ли судака в Волге стало больше. Мне кажется, что это связано с рыбопоисковой техникой. То есть она растет, развивается, люди могут ее себе позволить, и поэтому больше людей этого судака находят. Ну, это мое мнение. А как вы думаете? Пишите об этом в комментариях. Ну, у меня на этом все. Предлагайте новости, о которых хотите поговорить на следующей неделе, в комментариях. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!